Продолжаем. Казахстану нужна тонкая интеграция со всеми странами Центральной Азии. К такому выводу пришли эксперты Института мировой экономики и политики. Специалисты озвучили свою модель торгового сотрудничества с одним из азиатских государств. Именно этот торговый союз может улучшить экономические показатели Казахстана. Дельмурат Муталипов подробнее. Пока о полноценной работе Евразийского союза препятствуют глобальный кризис и антироссийские санкции, Казахстану срочно нужно переориентировать экономику на потенциал южных соседей. В Институте мировой экономики политики говорят, что именно сейчас есть возможность решить проблему, например, с водой трансграничных рек. Как я это вижу? Кыргызстану, Таджикистану можем предоставить некоторые транспортные преференции. Допустим, Кыргызстан сильно зависит в своей внешней торговле от России. Это ее главный партнер торговый. А все дороги проходят через Казахстан. В этом плане, если мы к кыргызской стороне будем идти навстречу, облегчать эти вопросы, транзитные в том числе, как встречное предложение, мы можем попросить именно облегчить нам вопросы воды. В рамках круглого стола, посвященного интеграции Казахстана со странами Центральной Азии, говорилось и о нестабильном политическом положении в Афганистане. Правда, некоторые специалисты это государство с 40-миллионным населением видят как второй локомотив для казахстанской экономики. По мнению экономиста Расула Рысмамбетова, с официальным Кабулом можно наладить взаимовыгодное торговое сотрудничество, благодаря чему Казахстан в разы увеличит экспорт продуктов питания и черного золота, причем как в Афганистан, так и в регион в целом. Я говорю и про Иран, я говорю и про Пакистан, если надо, даже Индия. Совокупный потенциал этого рынка где-то до, ну я не знаю, где-то миллионов 400, наверное, жителей, почти полмиллиарда, как Европа. Поэтому лучше нам всего, я думаю, внутри, во-первых, наладить логистику между нашими странами, раз. Может речь, стоит завести о создании какого-то банка поддержки инфраструктурных проектов по типу как ЕАБР, ЕБРР, но внутри Центральной Азии. Для достижения этих целей у Казахстана есть все инструменты, убеждены экономисты, в том числе прагматизм и неприемлемость демонстрации эмоций на международной политической арене. Именно в этом русле Казахстан может наладить выгодное сотрудничество с теми странами, которые из-за расстояния когда-то казались нам менее приоритетными, а порой и опасными по различным критериям. Пришло время посмотреть на южных соседей другими глазами, подчеркнули эксперты. Дельмурат Муталипов, Нурлан Дусмагамбетов, Атамикен Бизнес.